МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 5 октября, среда, на часах в Якутске 19.08, прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Не теряя времени, хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это руководитель секретариата Конституционного суда Республики Саха-Якутия, кандидат юридических наук, доцент Олег Мироновский. Олег Борисович, огромное спасибо, что пришли. Здравствуйте, Владимир. Спасибо вам, что вы мне предоставили такую возможность очередной раз участвовать в вашей программе. Всегда рад, дорогие телезрители. С вами интересно. Олег, анонсируем. С одной стороны, анонсируем то событие, которое явилось, собственно говоря, и поводом к нашей встрече. А с другой стороны, немножко поговорим о проблемах, которые, собственно говоря, будут подниматься. Итак, завтра начнет работу второй съезд юристов Республики Саха-Якутия. Засчитаю. В нем примут участие порядка 500 делегатов из всех районов Республики, представители органов государственной власти и местного самоуправления, юридического сообщества и ряда субъектов России. Но мне, в общем, гораздо интереснее заходить не через парадный вход. А поэтому давайте начнем наш разговор. Вот у меня в руках резолюция первого съезда юристов Республики Саха-Якутия от 3 декабря 2013 года. И просто обратим внимание на некоторые положения этой резолюции. Выборочно. Итак, в пункте 4 решений первого съезда сказано. Организовать широкое информирование населения о механизмах медиации в целях внедрения института медиации. Могу поспорить, что если мы сейчас выйдем на улицу и спросим 10 человек, знают ли они об институте медиации, они скажут нет. Это раз. Два. Мы говорим о повышении, всегда говорим. И второй съезд это будет вопросы поднимать. Повышение правовой грамотности, информированности в этом, правовой культуры. Третье. В программе второго съезда предстоящего я не увидел этого вопроса. Но это же не значит, что все знают о том, что такое медиация. Что это такое? Съезд юристов Республики проводится вообще в рамках деятельности общественной организации Ассоциации юристов России, которая является своеобразной такой корпоративной профессиональной платформой для консолидации юридического сообщества, для того, чтобы оказывать содействие становлению правовой государственности в России, развития институтов гражданского общества, популяризации демократических принципов формирования и управления государством. И вот юристы объединяются с этой целью и в том числе вырабатывают определенные приоритеты своей деятельности. Рекомендации. Рекомендации, да, которые должны содействовать развитию как раз тех целей, которые поставлены, обозначены, и тех конституционных ценностей, которые сегодня присутствуют, закреплены. Вот, в частности, вы задали вопрос о медиации. То есть здесь, в данном случае, ее сущность заключается в том, чтобы обеспечить альтернативность рассмотрения правовых споров, которые, как вы знаете, они рассматриваются в судебных инстанциях. То есть всегда существуют какие-то в обществе правовые конфликты, которые сопряжены с интересами частных лиц, организаций и так далее, других субъектов права. И вот как раз-таки процедура, процесс демократизации и популяризации правовых знаний и предусматривают такие возможности альтернативного, то есть... Вне судебного. Вне судебного. Но это может осуществляться и в рамках судебных процедур. Процедур, да. Да, но это, в данном случае, есть некий компромисс, достижение правового консенсуса между спорящими сторонами без привлечения, ну, скажем так, принудительной силы государства для того, чтобы достигнуть определенного компромисса. При участии модератора. Да, при участии модератора, который является независимым таким неким третейским лицом. И, ну, это в рамках как раз-таки вот правовой самоорганизации общества. Хорошо, хорошо. Олег, спасибо. Ответ получен, да. Значит, едем дальше. Оттолкнемся от следующего пункта. Пункт 5. Решение первого съезда гласит. Организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости и важности института суда присяжных для осуществления правосудия. Очень важный вопрос. Суд присяжных. Мы о нем знаем, может быть, даже некоторые о нем знают в большей степени из фильма «12» Никиты Михалкова. Помните, да, знаменитое заседание 12 человек. И как изменяется мнение от одного ко всем. Насколько важен этот институт? Как он развит сегодня в республике? Ну, ценность существования института суда присяжных сегодня является уже неоспоримой. Существовать суду присяжных или же это какое-то чуждое явление для нашей российской правовой действительности. Об этом сейчас таких споров уже не в научном сообществе и даже, в принципе, в обществе не ведется. Это уже состоявшийся факт. И предусмотрен этот суд и Конституцией. Поэтому речь идет о какой-то степени повышения эффективности данного института. Для того, чтобы... Ведь в данном случае предусмотрено вынесение судебных приговоров от имени Российской Федерации. Олег, мы продолжим наш разговор. Мы вынуждены прерваться на рекламу. Через две минуты вернемся. Вновь арена событий с вами. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель секретариата Конституционного суда Республики Саха-Якутия, кандидат юридических наук, доцент Олег Борисович Мирановский. Олег Борисович, мы остановились на институции такой, если можно сказать, суд присяжных. По каким, собственно, делам он работает? Понятно, что мы уже не сомневаемся в его важности и нужности. По каким направлениям? Сущность вообще самого института суда присяжных заключается в том, чтобы правосудие осуществлялось с участием народа. Приговор выносится именем Российской Федерации, именем государства. Ведь государство выражает интересы граждан. Это выражение народного интереса, это народного мнения. Поэтому привлечение общественности, в данном случае непрофессиональных юристов, для того, чтобы определить критерии виновности подозреваемого лица в совершении преступления и вынести вердикт от имени государства гражданину, это демократично. То есть это институт демократии. Олег, а позвольте вот такой заход. А это право или обязанность граждан участвовать в быть или не быть в числе присяжных? Это право, это не обязанность. Это право? Это право. Человек, а как выбор падает на человека? Путем жребия. Путем жребия? Но опять же, человек, на которого выпал жребий, может отказаться, насколько я понимаю, раз это право. Принуждение в данном случае неприемлемо, конечно. Это, собственно, гражданская позиция самого человека, его сопричастность к правосудию, к исполнению своего гражданского долга, к тому, чтобы содействие оказать. Интересно вот что. Что этот вопрос о суде присяжных есть и в повестке второго предстоящего съезда юристов. Среди тем дискуссионных площадок это завтра будет дискутироваться. Но он дополняется вот каким вопросом на той же самой дискуссионной площадке. Проблемные вопросы смертной казни. Ну, давайте я чуть-чуть такую сделаю подводку небольшую. Я знаю, что Госдума неоднократно отклоняла предложение различных депутатов о возвращении смертной казни. Я знаю, что есть предложение снять мораторию на исключительную меру за терроризм, за убийство несовершеннолетних, за педофилию, за оборот наркотиков, за захват и убийство заложников. И еще интересная справка у меня есть. Если судить по вопросам общественного мнения, сторонников смертной казни сейчас больше, чем ее противников. При этом доля сторонников постепенно уменьшается все-таки. Допустим, если взять первый год и 2014, в первом году их было около 80%, в 2014-м 63%. Но интересен еще такой факт, что доля противников не выросла, а осталась прежней. И растет только число затруднившихся с ответом сомневающихся людей, их 21%. Смертная казнь. Я когда готовился к программе, я узнал, что не запрещена в России смертная казнь. Я сформулирую так. Да, до сих пор не запрещена. Подтвердите. Отношение к смертной казни в российском обществе неоднозначно. И присутствует некоторая такая толерантность к тому, чтобы причинить смерть человеку в качестве наказания за совершенное преступление. Ну, тому есть объективные предпосылки исторические. Они во многом являются такими эрудиментами нашей прежней истории, в том числе и советского периода. Безусловно. Такого правового нигилизма и отрицания ценности человеческой жизни. И на протяжении многовековой истории России мы имеем множество прецедентов и отмены смертной казни, и ее потом дальнейшей реставрации. И сегодня у нас в стране по опросам, опять-таки, социологическим опросам, у нас большинство населения по-прежнему выступает за сохранение, поддерживает эту меру, эту исключительную меру наказания. Но здесь надо сказать, что картина в обществе меняется. Общественное сознание, оно трансформируется постепенно в сторону гуманизма. Дело в том, что Конституция нашей страны, как основной закон, она, можно сказать, буквально пронизана, пропитана гуманизмом. Гуманистические основы заложены в основу конституционного строя России. В частности, то, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И то, что каждый имеет право на жизнь. Каждый имеет право на жизнь. То есть, независимо от того, какие он совершил деяния. Это право, оно является неотъемлемым, неотчуждаемым. И ни государство, ни общество в данном случае, они не имеют права эту жизнь отнять. Конституция раз. Второе, насколько я понимаю, мы присоединились к Европейской конвенции о защите права и свободы. Да, совершенно правильно. Да, действительно. У нас сегодня в законодательстве, в уголовном законе до сих пор сохраняются составы преступлений, по которым предусмотрена смертная казнь. Как исключительная мера наказания. Однако, еще в 1996 году Россия подписала 6-ю конвенцию Совета Европы об основных правах и свободах граждан, человека и гражданина. И приняла на себя обязательство в дальнейшем отказаться от этого наказания. Как негуманного вида наказания. Плюс Конституционный суд. И более того, Конституционный суд России, он не один раз, неоднократно рассматривал эту проблему. И сегодня принят окончательный вердикт о том, что в мирное время в России, согласно принятым международным обязательствам и, прежде всего, положением Конституции, вытекающим из второй главы, следует, что эта мера наказания должна быть изжита. Да. И я надеюсь, что я и работаю в суде, и в судебной системе. И мое личное убеждение в том, что это действительно неприемлемое наказание. И оно должно быть в дальнейшем подлежать исключению из законодательства. Там ведь есть еще одна связка. Почему не случайно на одной дискуссионной площадке завтра будут обе эти темы присутствовать? И суд присяжных, и проблемы с смертной казней. Как они соприкасаются? Модернизация законодательства – это же процесс перманентный. То есть нет предела совершенствования. И совершенствование законодательства будет протекать на протяжении всего его существования до тех пор, пока будет право и существовать закон. Поэтому, конечно, всегда в обществе будут существовать альтернативные точки зрения. Я имел в виду совершенно другое, Олег. Что смертная казнь может выноситься вердиктом только суда присяжных. Это так. Но согласно правовой позиции Конституционного суда России, опять-таки, исходя из основ конституционного строя, исходя из конституционных положений, смертная казнь – это пережиток прошлого и подлежит в дальнейшем прекращению существования этой нормы. Хорошо. Идем дальше. Пункт шестой. Тоже самое резолюции. Просто есть от чего оттолкнуться, чтобы поговорить о проблеме. Цитата. «В целях подготовки конкурентноспособных юристов предложить разработать комплексную программу развития юридического образования, развития юридического образования и юридической науки в Республике Саха-Якутия. И среди основных вопросов второго съезда можно прочитать повышение качества юридического образования и развития юридической науки в Республике Саха-Якутия». Мне теперь самое главное грамотно сформулировать вопросы. Первое. Есть ли в принципе пределы развития юридической науки? Было 10 заповедей, стало 10 тысяч, но стало ли от этого легче жить? Вот есть ли какие-то пределы совершенства? Совершенствования? По мере усложнения социальных процессов, по мере того, как развивается экономика, модернизируется общество, переживают какие-то метаморфозы, связанные с прогрессом, с эволюцией. Разумеется, будет совершенствоваться и законодательство, и право. Да, постоянно возникает вопрос о том, что каковы должны быть пределы правового регулирования? Где те препятствия, где те барьеры, за которые государство уже не может выходить? И все ли надо регулировать, собственно говоря? Да, и все ли надо. Но, как показывает опыт цивилизации, право все глубже проникает в общественные отношения. И сегодня мы не можем даже с вами назвать ту сферу бытия, которая не была бы правом урегулирована. Даже личная жизнь. Да, даже право проникает даже в личную, приватную жизнь, интимную жизнь человека, в семейные отношения. Это связано и с воспитанием детей, и с взаимодействием семьи человека с государством. Да, мам, там много чего, да. А вообще, так, вот мы видим действительно стремление государства, ну, во многом мы действительно это видим, упорядочить, регламентировать, что ли, там, да, практически все стороны общественной жизни. Я сформулировал, собственно говоря, это так, да. Ведь, знаете, уменьшение возможностей ведет к снижению активности. Это мы можем видеть по предпринимательству. И сейчас, наоборот, говорится о том, что у нас там о необходимости создания благоприятной деловой среды и так далее. Должны уменьшаться какие-то, наверное, на мой взгляд, в чем-то должны уменьшаться, да, нормы регламентирования. Как на ваш взгляд? Ну, вообще, конечно, да, вторжение государства, экономические отношения должно быть минимальным. Должно быть минимальным. Оно, в данном случае, предназначением права должно являться защита законных интересов, прав собственников, да, поддержание экономического правопорядка, защиты предпринимательских экономических свобод. Ну, наверное, в данном случае есть основания говорить о том, что в некоторых сферах, в некоторых вопросах государство проявляет, может быть, излишнюю инициативу. Но это обусловлено, опять-таки, экономическими факторами, кризисными явлениями. Олег, остается меньше минуты. Давайте ближе ко второму съезду, к завтра открывающемуся. Там будет такой блок о бесплатной юридической помощи. Определены ли категории лиц, которые могут получать такую помощь? Как с этим обстоит дело? Это один из важных вопросов. Ну, вообще, в России существует целая программа, в Российской Федерации существует целая программа, направленная... Мы уже так, мы к ней подошли, к этой программе, к исполнению. Да, да, да. Мы готовы. Федеральный закон есть об оказании бесплатной юридической помощи. Аналогичный закон, принятый у нас в республике. Ну, оказание... Олег, прощаемся. Это была Ариана Событий. Всего вам доброго, до следующих встреч.